Всем добрый день! Сегодня поговорим о таком интересном проекте как в SubQuery и об их спартанской амбассадорской программе. SubQuery это уровень агреганции данных, который работает между блокчейнами уровня 1, такими как Moonriver и Polkadot и DApps. Этот сервис разблокирует данные блокчейна и преобразовывает их в запрашиваемое состояние, чтобы их можно было использовать в интуитивно понятных приложениях. Это позволяет разработчикам DApps сосредоточиться на своем основном сценарии использования и внешнем интерфейсе, не тратя время на создание пользовательского бэкэнда для обработки данных. SubQuery довольно быстро нашли сторонников и партнеров, так как программа существенно упростит множество процессов, конечно же она очень ожидаема всеми. На данный момент партнеры SubQuery это и Acala, и Bifrost, и Darwini, Astar, MoonBM, Subscan, Parallel и другие. В августе 2021 года SubQuery запустила программу амбассадоров, чтобы найти лидеров сообщества, увлеченных Polkadot и SubQuery. Цель этой программы была в том, чтобы найти самостоятельных деятелей, которые могли бы делиться информацией о SubQuery в своих регионах и оказывать поддержку новым разработчикам, создающим новые приложения и сервисы на Polkadot. По словам SubQuery, поступило огромное количество заявок, с которыми было сложно справиться, и вот они придумали новую программу, которая называется Спартанской. Спартанская программа отличается от первоначальной амбассадорской тем, что не нужно заполнять анкет, как в первом варианте, только минимальное количество информации о себе. Спартанская программа полностью существует в сообществе SubQuery Discord, где начинающие послы могут выполнять ежемесячные задания и участвовать в конкурсах, чтобы заработать тег Spartan. Спартанцы, которые затем поднимутся на вершину своего класса, будут рекомендованы существующими амбассадорами в команду SubQuery для пополнения их лидов. Помимо возможности стать амбассадором, участники Discord со спартанской ролью получат особые привилегии и права в сообществе SubQuery. На данный момент по программе SubQuery пройдено три события спартанской программы, которые можно было выполнить и получить должность спартанца, а также принести пользу проекту. Конкретно сейчас идет третья часть задания. Если вы не знали о SubQuery раньше, а сейчас хотели бы тоже присоединиться к проекту и попробовать получить роль спартанца, то вам не нужно выполнять задания всех предыдущих модулей. Эти задания уже недоступны, поэтому вы приступайте сразу к текущему модулю. Итак, давайте подробно о том, что за задания нужно выполнять в модулях. Иногда они четкие, иногда наоборот вам предоставляется абсолютный простор для фантазии. Например, в прошлых модулях одним из четких фиксированных заданий была установка ноды, а также нужно было проявить творчество, сделать дизайн футболки на тему спартанства, с самого SubQuery снять видео, написать статью. Все эти действия являются значимыми, поскольку вовлекают всех нас в процесс, в команду и также повышают активность и интерес к проекту. В текущем модуле предлагаются такие задания. Создать презентацию или коллаж целей SubQuery на 2022 год, который бы включал идеи, цели и партнерство. Все, что вы хотели бы видеть для SubQuery. Создать видео с презентацией SubQuery, желательно не на английском языке, а также завершить четвертый модуль. Это означает, что нужно поставить ноду, которая по сути является больше обучением, чем самой нодой. Но сервер на время прохождения этого задания вам все же понадобится. На всякий случай, давайте поговорим, что такое ноды. Нода это любой компьютер, подключенный к блокчейн сети. Ноды децентрализованной сети контактируют посредством P2P протоколов для обмена информацией о блоках и транзакциях. Нода в зависимости от ее типа хранит только часть или все данные блокчейна. Если у вас стоит система Ubuntu, то сервер для ноды покупать не нужно. Если же нет, то на один день выполнения заданий придется арендовать сервер. Но и содержать ее после выполнения заданий не нужно. То есть вы просто ее тестируете и обучаетесь. Сервер для заданий можно взять, например, на сайте Contabo. Стоимость ее будет около 5 евро в месяц. И также установить программу MobaExterm, которая будет являться терминалом для разных серверов. И таким образом все будет в одном месте. Также рекомендую воспользоваться гайдом от Tony Note. Все ссылки будут в описании. Как мы можем видеть, задания несложные, даже интересные. Не затрачивают много времени и сил. И даже дает возможность проявить свой творческий потенциал. Да и в целом приятно, когда ты и сам являешься частью проектов. Которые вследствие изменят наше будущее и улучшат его. Также немаловажным фактором и стимулятором для того, чтобы все все-таки принимать участие в амбассадорских программах, это вознаграждение. Обычно разработчики ничего не обещают в качестве вознаграждения. И оно может быть, а может и не быть. Но зачастую все-таки своих волонтеров награждают. Причем иногда в денежном эквиваленте. Иногда дают аллокации. Иногда могут выдать токены. Бывает, что дарят что-то из-за сувенирной продукции. В любом случае, мы от этого ничего не теряем. Мы лишь приобретаем новое знание и опыт. Всем советую участвовать. Будь активными, любознательными, не бояться учиться. Спрашивать, участвовать в жизни проектов, которые вам нравятся. Всю информацию вы можете посмотреть на сайте SubQuery. И в их официальном дискорде. Их ссылки прикреплены в описании. А вам желаю продуктивности и легкости выполнения заданий. Удачи, пока!